Продолжение следует... И, естественно, нашим гостем в этот момент становится Рустем Юнусевич Обязов. Художественный руководитель и главный дирижер Казанского камерного оркестра «Ля Примавера». А тема у нас сегодня «Казань. Весна. Ля Примавера». Здравствуйте. Прежде чем... Ну, вы готовы общаться с нами, со студентами, журналистами. Прежде чем, может быть, мы с вами начнем, уже перейдем к сессии вопросов-ответов, у вас есть какая-то заготовочка, я знаю. Это не произведение, которым я вас буду мучить. Это, скорее всего, эпиграф к нашему разговору. А тем, кто знает наш очень красивый логотип, который на всех афишах, там есть нотки. И вот как раз это произведение использовано в логотипе. А произведение тоже очень известное. «Вивальди. Ля Примавера» называется произведение. «Весна», то бишь, и начальные ноты. «Весна», то бишь, и начальные ноты. Ну, я думаю, что эта мелодия создает именно то настроение, которое нам хочется весной. Спасибо большое. Ну, и давайте сразу перейдем к первый же вопрос. А начало весны. Какие у вас, я знаю, что у музыкантов уже заранее бывают расписанные программы, проекты. Расскажите, пожалуйста, что же в этом сезоне музыкальном весеннем нас ожидает? А для Примаверы? Ближайшее, к чему мы сейчас готовимся, это крупный уже, ставший крупным, международный фестиваль «Лярта де Лярка», что в переводе на русский означает «Искусство смычка». В этом году мы проводим пятый, уже небольшой юбилей, получается, пятый фестиваль. А призван этот фестиваль знакомству казанских, и не только казанских, потому что у нас есть два выездных концерта в Набережной Челны и в Нижнекамск. Знакомство слушателей с топ-солистами в области струнно-смычкового искусства. И с каждым годом фестиваль набирает обороты, приезжают потрясающие совершенно инструменталисты. И в этом году очень-очень сильный состав музыкантов, которые будут участвовать в фестивале. Это фестиваль оркестра «Ля Примавера», поэтому все, кто приезжает, играют совместно с нашим оркестром. И хайдлендером этого фестиваля нынешнего будет всемирно известный скрипач, причем он носит, почти официально носит звание короля цыганской скрипки. Это венгр, по национальности живет он в Бельгии, Робби Лакаташ. Очень легко найти его огромное количество записей и убедиться в том, что это совершенно фееричный музыкант. А с ним вместе еще приедет цимбалист. Я думаю, что в Казани никогда не было солирующих цимбалистов. А этот, Иштван Листеш, считается лучшим цимбалистом в мире на сегодняшний день. Вот эти два человека, они выступают всегда в паре. У Лакаташи есть ансамбль, с которым он дает концерты. Но, естественно, мы целый ансамбль не могли пригласить, сказали, что он будет играть под оркестр. Но вот без цимболиста он не согласился приехать, поэтому и пригласили. Но очень этому рады, поскольку это действительно еще одна бомба этого фестиваля, этот цимбалист. Это будет первый концерт открытия. На втором выступят два замечательных музыканта. Один из лучших, наверное, на сегодняшний день альтистов России, не только России, Илья Гоффман. И замечательный итальянский скрипач. Мы как-то с ним играли уже и убедились в том, что это очень высокий уровень. Настолько высокий, что я решил, что просто как солист он выступил, но он обязательно должен выступить и в фестивальной программе Доминика Нордио. И завершать фестиваль будет у нас в Казани три концерта. Открытие, второй концерт, который я сказал, и закрытие. А на закрытие мы пригласили впервые за историю этого фестиваля классический струнный квартет. Один из лучших российских квартетов. Государственный квартет имени Глинки из Москвы. И он тоже будет играть вместе с оркестром для Примавера. В истории фестиваля было уже приглашение квартетов, но тот был совсем необычный. Это был квартет виолончелистов. А здесь классический, где две скрипки, альт, виолончель. Но программы фестивалей это еще отдельный разговор, потому что мы всегда стараемся знакомить публику с произведением, которые, скажем, или редко, или вообще никогда не звучали. Ни в Казани, ни в Татарстане. И в этот раз особенно богатая программа на вот эти премьеры. Мне кажется, что еще не состоявшийся фестиваль можно считать удавшимся, если все эти музыканты приедут. Почему я говорю «если»? В прошлом году на четвертом фестивале в качестве Хайнлендера должен на открытие был приехать скрипач мирового уровня Жиль Апап. Американец, французского произхождения. Все было уже хорошо, но он не успел сделать визу. И мы в последний буквально день за день, накануне открытия, меняли очень хорошего музыканта, нашли. Но все-таки было немножко, вилки нашлись, а осадок остался. Правда, мы Жиль Апапа все-таки вытащили в Казань и играли с ним в октябре открытие нашего сезона. И этот концерт назывался «отложенный концерт» фестиваля «Лярта де Лярка». И это был действительно просто фурор. Такого в Казани еще не слышали. И я думаю, что с Робби Лакотшем будет примерно та же история. Скажите, пожалуйста, вот сейчас оговорочку вы сделали, что если, но пока все идет по плану. Я, конечно, понимаю, что вы свои верные люди творческие. Да, пока все идет по плану. Но видите, у нас из Жиль Апапа все шло по плану. Понятно. Коллеги, прежде чем мы дальше продолжим, обращаю ваше внимание на то, что сегодня организаторы как раз «Ля Примавера» приготовили авторам трех самых интересных вопросов, которые, конечно же, вы сами определите. Некие такие сувениры и подарочки. И в том числе, по-моему, абонементы даже. Возвращаясь, собственно, к фестивалю, который у нас впереди грядет, я бы попросила сейчас запустить ролики. Это как раз приветствие от участников, от музыкантов. Они пока не здесь, они не в нашей стране, но они уже виртуально с нами. Так, Рустанин, ну, если что, вы готовы быть поконсерим? Это Норбио, Доминика Норбио. Итальянец. Я попрошу звук. А звук? Ну, я думаю, что он приветствует. Он куда-то дадим. Так, давайте мы пока продолжим с вами. А сейчас я попрошу все-таки аппаратно обратить внимание на то, что у нас произошел сбой по аудиоряду. Попробуем второй. То же самое. Хорошо, давайте пока будем продолжать. Потом вернемся к этому вопросу. Я приношу свои извинения. Все работало. Что-то произошло, видимо, зашкаливает энергетика. Вот это и есть если. Да, это подтверждение там самому если. Все шло по плану. Спасибо. Друзья мои, если у вас будут возникать вопросы, пожалуйста, реагируйте на меня, показывайте свои руки. Есть ли сейчас в студии у нас вопросы в нашем шоуруме. Да, пожалуйста, микрофон. Не забываем представлять. Здравствуйте, Мобязов. Добрый вечер, добрый день. Меня зовут Елизавета Пустухова. Я представляю телеканал ТНВ. Вот, как вы сказали, был некий казус, прям неожиданный, что не приехал скрипач. Уверены ли вы, что все пойдет по плану? Может, виза уже сделана у некоторых музыкантов, у некоторых скрипачей? Может, все-таки вы как-то обнадежите своих зрителей, своих музыкантов, своих поклонников музыки? Вы знаете, во-первых, не все зависит только от виз. Визы сделаны. Но человек может заболеть, человек может опоздать на самолет. Но мало ли что может быть. Я думаю, что все будет хорошо. А есть ли у вас замены на этот случай? Нет. Потому что мы твердо уверены в том, что все будет хорошо. Все, спасибо. Спасибо. Вопросы еще есть ли в аудитории? Да, пожалуйста, микрофон передайте. Девушка. Журнал «Элита Торстан» и Диана Галемова. Добрый день, Рустам Евносович. Словосочетание «Цыганская скрипка» достаточно неожиданное. И вообще в музыкальном мире цыганская музыка классическими музыкантами не всеми. Любима. Не могли бы вы раскрыть это словосочетание «Цыганская скрипка» как ее роль и значение в музыкальном мире? Во-первых, я считаю, что «Цыганская скрипка» это очень понятное явление, что цыгане играют с большой охотой на скрипках. Среди них есть потрясающие скрипки. Другое дело, что да, они играют цыганскую музыку. И, как вы говорите, некоторые классические музыканты к этому относятся с некоторым пренебрежением. Я скажу, например, знаменитое произведение «Чарда Шмонти». Академические музыканты некоторые воротят нос. Ну вот, «Чарда Шмонти», ну что это за музыка? А вот с другой стороны, музыка написана в 904 году. Пережила практически век. До сих пор любима в любой точке мира. Вот где бы ни сыграть, «Чарда Шмонти» воспринимается, мне кажется, это вызывает огромное уважение. Поэтому мне нужно относиться ко всему. Не бывает музыки какой-то первосортной, второсортной. Бывает хорошая или плохая? Хорошая она живет, плохая она умирает. А что касается Роби Лакаташа, он действительно играет, ну, понимаете, у него блестящее классическое образование. Он играет на скрипке и классику, и свои произведения очень много, связанные, скажем, на цыганской музыке или околоцыганской, румынская музыка, молдавская и другая. Мы его показываем в двух ипостяхах. В первом отделении он играет классику «Временная года» в Ивальде. Тут он, правда, меня попросил помочь. Он сказал, что слишком много, весь концерт ему играть. Он попросил два концерта из четырех вивальдевских сыграть меня, и два концерта сыграет он сам. А во втором отделении он уже будет исполнять свои коронные вещи. Там, скажем, такие произведения. Ну, вот знаменитый цыганский, там роман «Две гитары» под окном, жалобно, но они, естественно, изложены совершенно в другом, в классическом варианте. То есть это идет вариации. И блеск, с каким он это делает, исполняет, это, конечно, просто открываешь рот и слушаешь от начала до конца. Спасибо. Вопросы в зале есть? Будьте добры, микрофон. Добрый день. Я представитель издания «Дрэгон Ньюз» Шрия Евангелина. У меня такой вопрос. Почему Ля Примавера всегда любит экспериментировать на всех фестивалях? И будет ли тогда, я уже дополню, с вашего позволения, будет ли какой-то вот такой интересный эксперимент нынче? Нет, мы любим экспериментировать, но это совсем не обязательно, что на фестивалях. Вообще в своем творчестве, так скажем, да? Но у нас бывают и академические концерты. Вот фестиваль «Лярты де Лярка», он, конечно, относится к категории академической фестиваля. Если взять «Обязов» фестиваль, который прошел в декабре, только-только, это уже совсем другая музыка. Там каждый фестиваль посвящен какому-то определенному направлению. Вот в этом году мы назвали фестиваль, и даже когда подбирали название, «Этна плюс классика» или «Классика плюс этна» равняется «вопросительный знак». Потому что до конца, до самого фестиваля мы сами не знали, что из этого получится. Соединить академический оркестр и этномузыкантов, это, во-первых, совсем непросто, и, во-вторых, совсем не значит, что это будет здорово. Но должен сказать, что результаты этого фестиваля превзошли все наши радужные ожидания. Потому что приехала потрясающая ансамбль из Польши, «Индиалусия». Само название уже «Индиалусия», то есть сочетание индийской и музыки, и испанского фламенко. Это потрясающие ребята, а в сочетании с оркестром «Ля премьер» это получилось что-то просто непередаваемое. Или, например, казахский фольклорно-этнический этнографический ансамбль «Туран». Даже для нас это было открытием. они это делают настолько здорово, что они уже объездили полмира, там даже очень много стран, и везде их принимают как открытие какое-то. Действительно, это так. И вот этот фестиваль как раз экспериментальный такой. Предыдущий, например, был посвящен сочетанию классики джаза, третий был посвящен, назывался «Объединяем музы», и там мы вокруг музыки объединили очень много видов искусства. Многие концерты у нас такие, экспериментальные, скажем, мы играли с битбоксером Бурмистровым. Даже сказать, что в ноябре у нас прошла мировая премьера «Рок-литургии», «Пантикопийский дневник». То есть рок-музыка в сочетании с классическим оркестром. И такое мы любим. А вот что касается фестиваля «Лярта де Лярка», это все-таки академический фестиваль, и это осознанно. Тут мы не стараемся делать каких-то таких экспериментов, а стараемся поразить слушателя, во-первых, блестящими исполнителями, и, во-вторых, очень интересной программы. Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста. Меня зовут Головацкий Хан, газета «Метро». Вот я как раз хотела спросить про программу. Вы сказали, что она будет богата на премьеры. Расскажите, какие? Да. Вот первый концерт, где выступает Робби Лапетташ. Первый отделение, понятно, «Вивальди», «Времена года», многие слышали, знают, это классика. Все второе отделение — это премьеры. Этого никогда в Казани не звучало. Вот вы если откроете, буклет там написан, да, название этих произведений, это никогда не звучало в Казани. Хотя название вроде знакомое. «Чарда Шмонти», но это будет совсем другой «Чарда Шмонти». Это вариант Робби Лапетташа. Там «Авы Марии» — это вообще авторское произведение Лапетташа. Или «Парафраз» и «Две гитары». Там вот такие вроде цыганская музыка, но это будет совершенно другой, непривычный для нас вариант в исполнении Робби Лапетташа. То есть вот это все второе отделение — это премьеры. Если взять концерт второй, где будет выступать Илья Гоффман и Нордио, то так, Нордио играет классический скрипичный репертуар. Это знаменитый Рондо Шуберта, интродукция Рондо Капричоц Сен-Санса, которым, наверное, нет такого скрипача, который не играет, и по нему можно определить уровень, качество вообще этого скрипача. И цыган Каравелли — тоже блестящее виртуозное произведение. А вот Илья Гоффман, поскольку он альтист, а альтист — это вообще немножко обедненный народ. То есть репертуара вот такого чисто альтового не очень много. И они стараются всегда найти какие-то ходы, и часто исполняют скрипичную музыку. Но для того, чтобы исполнить скрипичную музыку, ее надо адаптировать, во-первых, под альт, а если это еще с оркестром, то, соответственным образом, оркестровать. И вот здесь Илье Гоффману повезло, потому что у него папа — композитор, который для него делает совершенно блестящие аранжировки. И вот аранжировки, которые прозвучат в Казани, это скрипичная соната Франко. Она написана для скрипки и фортепиано. Здесь будет звучать для альта и камерного оркестра. О ней можно сказать отдельно, потому что оркестровка сделана таким образом, что она потрясающе звучит, но очень трудно исполнима для оркестров. Для нас это будет, в принципе, такая работа. Не с точки зрения сыграть все ноты, а вот с точки зрения попытаться в оркестре передать то фортепианное звучание, которое есть в оригинале. Ну и остальные произведения, с Керца Брамса, который он играет, и еще там на Бизбург есть произведения, это все сделано специально для него. То есть это тоже казанские и татарстанские премьеры. Ну и третий концерт, он вообще практически весь состоит из премьер. Там мы построили третий концерт таким образом, что в первом отделении квартет играет сам, показывает свое искусство, потому что они тоже струнные смычковые инструменты, и они играют, это уже не премьера, конечно, знаменитый квартет «Смерть и дева» Шуберта, и произведение Вольфа, которое является премьерой. А во втором отделении, когда они будут уже играть с оркестром, сразу две премьеры, там Книпера, произведение Родиф, и Бриттона «Юный Аполлон». Так что премьер у нас предостаточно в этот раз. Спасибо. Если вопросы в зале, пожалуйста, сигнализируйте, что я бы хотела перейти к несколько иной плоскости, но опять же в рамках фестиваля, я знаю, что обычно принято у вас такое, проводить мастер-классы для детей бесплатные. Я ошибаюсь? Нет, это входит в условия этого конкурса. Когда мы приглашаем музыкантов, мы говорим, что помимо концертов, оплаченных гонорарами, они еще, ну не говорим, что должны, но желательно, чтобы они дали мастер-класс для учащихся студентов музыкальных учебных заведений Казани. Все, как правило, соглашаются. Ну, бывает, конечно. Ну, вот, скажем, Роби Лак, мы даже к нему, честно говоря, не обращались с таким предложением, потому что понимали, что это звезда такого уровня, что вряд ли он будет сидеть с детьми и заниматься. А все остальные, кто приедет, они дадут мастер-классы. Спасибо. Коллеги, вы сигнализируете, ладно? Пожалуйста, верхний ряд, микрофон. Нет-нет, пожалуйста, давайте микрофон, чтобы вас остальные тоже слышали. Представляемся. Я хочу попросить вас убавить кондиционер, потому что очень дует, поэтому я сказала, что микрофон не нужен. Я думала, вы вопрос заодно, раз уж микрофон у вас в руках. Не можете вопрос сейчас... Хорошо. Ну, ладно. Вопрос подумает, можно ли выключить кондиционер? Хороший вопрос. Вопрос-то прозвучал, да. А мне вот интересно, кстати, если есть вопросы, опять же, сигнализируйте. Да, пожалуйста, журнал. Если можно, второй раз, да. Хотелось бы, конечно, пользуясь случаем о планах, значит, оркестра. Вот в прошлом году вы совершили вот этот удивительный транссибирский вояж, и очень хотелось бы узнать, есть ли планы, значит, посетить те города, которые вы на маршруте не посетили тогда, или, может быть, какой-то новый безумный проект созрел, значит, в вашей голове. И планы на этот год вот по таким ярким проектам. Мы действительно вспоминаем эту поездку с огромным восторгом. Правда, она, конечно, была тяжелая. Я просто для тех, кто, может быть, не в курсе, кратенько, да, мы выиграли федеральный грант под проект под названием «Музыкальными маршрутами Транссиба». Когда я узнал, что существует такой федеральный грант и посмотрел положение, там написано «Для концертных организаций». Мы не концертные организации, мы творческий коллектив. Но там была приписка «Для концертных организаций и творческих коллективов». То есть это намек на то, что в основном эти гранты даются филармонием, каким-то там, ну, в крайнем случае, каким-то крупным ансамблем, песней, пляски, там еще. Их всего в России 10. Над год дают 10 грантов. Это правительственный грант. И, ну, чем небольшой камерный оркестр может удивить федералов настолько, чтобы они выделили кучу денег, а там действительно большая такая сумма, до 10 миллионов, в принципе. И вот я сел за компьютер, набрал интервью и обнаружил случайно, что 125 лет со дня начала строительства Транссиба. А поскольку всегда мечтал вообще по Сибири прокатиться, вот решили в этом направлении. Плюс к этому программа, которая связана с годом кино, которая была в прошлом году. Делали такую заявку, и неожиданно, причем даже долго не могли выяснить, звонили, нам не могли, мы не знаем, что решили. В феврале я из газеты «Музыкальное обозрение» узнал, что среди 10 счастливчиков, выигравших этот грант, мы. Но времени оставалось очень мало, потому что мы планировали в сентябре, и, конечно, наши администраторы, директоры оркестра, они костьми легли, но все-таки организовали эту поездку. То есть мы прилетели в конце августа во Владивосток, и с 1 сентября, давая концерт в 13 городах Транссиба, уже по железной дороге вернулись в Казань. Это были очень интересные гастроли. Вернуться туда, я не знаю, это нужно очень много денег. Если нас пригласят, а я все-таки надеюсь, что куда-то обязательно пригласят, наверное, мы вернемся с удовольствием. Но такие проекты возможны только при поддержке, при мощной финансовой поддержке. Что касается будущего, пока такие только, ну вот в ближайшее время мы едем в Уфу, в Октябрьский, тоже башкирский город. Был очень интересный проект, запланирован по городам Татарстана. К сожалению, пока республика не дала денег под это, и нам придется отложить это. Но может быть, когда-то удастся. Но там очень интересная задумка. Спасибо. Вопрос вам есть еще в зале? Да, еще один вопрос. У вас была небольшая акция. Вы выступали со своим оркестром для деток из дома Рональда Макдональда. Будут ли у вас в ближайшее время, может, весной такие акции для деток больных? Потому что они очень часто задают вопросы, очень часто нам пишут. Вот такой вопрос. Обязательно будет, и в ближайшее время. Мы 11 марта выступаем на благотворительном марафоне, который будет проходить в Доме Дружбы Народов. И когда к нам с этим и обратились, причем это даже не сама организация, а волонтеры с вами обратились, что вот мы хотим собрать денег для хосписа. Ну и мы приняли решение участвовать в этом благотворительном проекте. Наш концерт будет в 15.00. А часто ли такие запросы, часто ли, по-моему, решаются? Довольно часто бывает. Ну, я не могу сказать, что прямо вот заваливают. Нет, конечно. Но мы стараемся отзываться на эти письма. Не всегда удается. Во-первых, скажем, в график не влезает. Или каким-то другим причинам. Бывает такое, что, ну вот, я могу сказать, что вот в марте оркестру для премьера предстоит 11 концертов. Это очень много. По плану у нас 6 концертов в месяц. И когда 11... Вот если еще один какой-то нужно вставить, уже сложно. Спасибо, Алсу Сафину. Портал Мэри, пожалуйста. Добрый день. Хотела спросить. В этом году юбилейный такой пятый, да, фестиваль. Возможно, были кто-то из звезд, которых вы хотели бы видеть на этом фестивале, но кто-то по тем или иным причинам не смог приехать? Или же, если шире брать, кого из таких мировых звезд вы хотели бы еще пригласить в Казань на фестиваль от этого? Да, мы бы хотели, конечно, кого-то видеть, но мы пытались на будущий год пригласить всемирно известного скрипача Гаррета. Но когда... Да, Гаррета же невозможно за самого, понятно, не дозвониться, не достучаться. А когда их агенты начали называть условия, мы сразу прекратили эти разговоры и просто... Потому что есть музыканты, которые ездят из любви к искусству, а есть музыканты, которые ездят только ради денег. Я думаю, что Гаррета относится ко второй категории. Спасибо. Так, коллеги, пожалуйста, сейчас здесь вопрос, потом вы будете представляться. Здравствуйте. Юнусова Иголь, интернет-журнал «Энтер». Я хотела спросить, какие культурные мероприятия, события в этом году вы для себя отметили? И на какие тоже культурные события вы бы хотели сходить в этом году? В качестве зрителя? Да, в качестве зрителя, кроме ваших... Кстати, а вы ходите к конкурентам, например, мне вот интересно. Кого вы считаете конкурентами? Не знаю ваших полянов. Мы, честно говоря, как-то никого не считаем. Все партнеры, друзья, может быть, конкуренты. Но в какой-то мере, наверное, да. Если интересный концерт у симфонического оркестра, почему не сходить? Если интересный концерт у каких-то других оркестров, филармонии или там... С удовольствием посещаю. Но, должен сказать, что вот я заядлый театрал. Я очень люблю ходить в театры. Это у меня еще с Москвы, когда я учился. И буквально на днях я посетил открытие. По-моему, оно уже третье по счету, потому что настолько много людей, которые хотели посетить открытие, что им пришлось несколько раз его проводить. Это камерный театр «Сдвиг». И вы знаете, я, побывав в этом театре, хотя они там показали только капустник небольшой, я понял, что я хочу пойти на их спектакли. И, может быть, в ближайшие буквально несколько дней я осуществлю свою идею. Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Диана Бергтова, журнал «Эксперт Татарстан». Вы сказали, что профессионализм скрипачей оценивается по каким-то отдельным произведениям, по исполнению этих произведений. Хотела узнать, как оценивается профессионализм дирижеров? Если человек не уснул на концерте, это уже хорошо. Это значит профессиональный дирижер. Потому что, понимаете, вот с одной стороны, вроде бы, кажется, что дирижер ничего не делает, но стоит, все машут, что оркестр может прекрасно сыграть без дирижера. А на самом деле это не совсем так. Были в истории попытки создать оркестры без дирижеров. Когда в нашей стране произошла революция, то создали персимфанс. Он тогда первый симфонический ансамбль. Действительно сидел симфонический оркестр без дирижера. Они развалились очень быстро, потому что это практически невозможно. Должен быть какой-то стерень, какой-то человек, вокруг которого все это вертится, и который может навязать, ну, в хорошем смысле, навязать свою волю. Методы, конечно, разные бывают. Это зависит от характера человека, от темперамента, там, дирижера, я имею в виду. По-разному можно. Но все-таки вот заставить музыкантов, которые имеют такое же музыкальное образование, высшее, как у него, точно так же имеют два уха, слышат, да, голову, чтобы думать. И вот, тем не менее, починить музыкантов, чтобы они исполняли так, как нужно это дирижеру. Вот в этом со сложности. И если при этом дирижер сам интересен, как музыкант, и его еще слушается оркестр, и он может через оркестр передать свои идеи, мысли, свою интерпретацию произведения, вот это уже профессиональный. Но это дело тонкое, тоньше, чем Восток. Спасибо. Пожалуйста, еще вопрос. Галина Ана Вагузель, студентка высшей школы журналистики. У меня такой вопрос. Как вы относитесь к современной музыке? Интересуетесь ли творчеством каких-либо ее представителей? Если да, то каких? Если считать современной музыкой попсу, то я к ней отношусь с пренебрежением, особенно к российской. Есть, скажем, западные представители попсы, которые меня вполне удовлетворяют. А если говорить о классической музыке, то есть совершенно потрясающие композиторы, есть композиторы-экспериментаторы, которые мне не очень интересны. Поэтому здесь в каждом... Начиная с XX века нет какого-то определенного направления, в котором работают композиторы. Вот, скажем, взять эпоху барокко. Там было тысячи композиторов, но все работали в одном стиле, в стиле барокко. Потом романтизм появился, классика появилась в Венской, потом романтизм и так далее. А когда наступил XX век, каждый композитор стал искать свое направление. Поэтому вот сказать, что да, нужно по поводу каждого композитора говорить отдельно. Поэтому коротко ответить на этот вопрос я, наверное, не смогу. Друзья мои, давайте вот завершающий, но очень большой, емкий вопрос все-таки задам сама, с вашего позволения. Дело в том, что в самом начале мой посыл вы некоторые, ну, несколько не поймали. Я несколько раз говорила о том, что у нас с вами. Первое марта, у нас начало весны. И некий посыл у меня был еще из того, что для студентов, например, Высшей школы журналистики, Казанского университета, 1 марта сегодня началось в 6 утра, под окнами президента, где мы стояли с транспарантами. И, собственно, вот такой подарок необычный сделали. И эта фотография, это уже везде было растиражировано, включая Инстаграм, разумеется, Рустама Нургалевича. А Вы как поздравили президента? Во-первых, мы это сделали с удовольствием. Рустам Нургалевич очень большую роль в судьбе оркестра сыграл. Но не только поэтому. Я вообще считаю, что он просто хороший человек. Естественно, как любая, наверное, организация в Казани, мы направили телеграмму поздравительно. Но нам всегда не хватает. Просто одного официоза, нам что-нибудь надо придумать. И мы поздравили, сделали музыкальный подарок ему. Если есть возможность, у нас... Мы давайте не будем рисковать. Мы надеялись на то, что, может, маленький фрагмент попробуйте сами. это все-таки оркестровые звучания. Я вам просто скажу, я переложил, адаптировал, скажем, знаменитую песню Happy Birthday под татарские интонации. То есть это звучит вполне по-татарски, но очень узнаваемо, что это песня Happy Birthday. Мы это сыграли и таким образом поздравили. Днем Ратыни, уважаемый Рустам Магалевич. Спасибо большое. Действительно, получилось очень интересно. Ну что, друзья мои, поблагодарим нашего сегодняшнего спикера. А мы это уже так не сможем посмотреть? Приветствия уже так и не сможем, да, посмотреть? Сейчас, давайте попробуем. Это вот Ронда Капричос Сен-Санса, который он будет играть. Я вот целых три слова поняла. «Все будет great», он сказал. «Все будет great», он сказал. «Все будет самое главное». Так, у нас еще один ролик, давай. Здравствуйте, друзья. С невестного фестиваля «Арты-да-лярку» на коне триумфальной арки. И хочу пожелать ее руководителю, который вам обязывает замечательного оркестра у меня «Примавера», триумфа, ярких концертов. Это Якович, первая скрипка, «Квартет имени Глинки». Долгих и счастливых лет. Спасибо большое за это приглашение. Нам очень приятно приехать в Казань, привести интересное произведение. Это будет премьера. Надеемся, что Казанскому лучше, что вам понравится. С нетерпением ждем встречи с вами. Ваш Степан Леонидович, «Квартет имени Глинки». Спасибо. Аплодируем, да, друзья мои? Ну вот еще раз. Спасибо вам большое за то, что к нам пришли. И, собственно, желаем вам, конечно же, хорошего, нового, музыкально-весеннего сезона. Спасибо. Друзья мои, и опять творческие аплодисменты творческие. Спасибо большое. Спасибо. А, кстати, кстати, я же так чуть не забыла. Вы определили, кому вы хотите подарить подарки? Ой, я бы всем подарил. Всем. Вот здесь вот девушки, здесь девушки. Ну, я бы, во-первых, самых активных, которые по два вопроса задавали. Да, по два вопроса у нас задавали. Вот девушки первые, это как раз. А, и еще мне понравилось, как определить профессионального дирижера. Это студентка была, или кто у нас тоже? Студентка и параллельно журналист. Ну что, девушки, выйдите сюда, пожалуйста. Из рук просто маэстро сами получите подарки. Там, по-моему, где-то билеты есть на фестиваль, да? Да, есть. Так что не потеряйте. Спасибо большое. Давай. Ну, теперь вот еще раз. Спасибо большое за то, что сегодня к нам пришли. Вам спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok